Джозеф Остин Чемберлин, 17 марта 1937 года, английский государственный и политический деятель, сын Джозефа Чемберлина, брат Невила Чемберлина. Биография Чемберлин родился в Бирмингеме, учился в школе рогби и позже в Трините колледже, где получил в 1885 году ученую степень, живя 9 месяцев во Франции. Чемберлин посещал лекции в Парижской школе политических знаний, еще год он учился в Германии. В 1888 году он вернулся в Англию, в том же году как либеральный юнионист он был избран в парламент от округа из Фустерширбли из Бирмингема. В 1892 году Чемберлин стал парламентским организатором партии, в 1895 году лордом адмиралтейства, в 1900 году финансовым секретарем казначейства. В 1902 году министром почт, в 1903 году канцлером казначейства. В 1906 году Чемберлин женился на Айвен Юриэл, у них родились два сына и дочь. В коалиционном правительстве сформированном в 1915 году Чемберлин стал министром по делам Индии. Через два года после скандала, вызванного отсутствием медицинской помощи во время британского наступления на Багдад в Месопотамии, Чемберлин подал в отставку, его министерство оказалось замешанным в этом деле, хотя лично против Чемберлина обвинений выдвинуто не было. В апреле 1918 года Чемберлин вошел в состав коалиционного кабинета, сформированного Дэвидом Ллойд Джорджем, и был вновь назначен канцлером казначейства. В 1921 году Чемберлин занял место Банара Лоу во главе Палаты общин, но в 1922 году лидерство вновь перешло к Лоу. В 1924 году он стал министром иностранных дел в правительстве Стэнли Болдуина, лауреат Нобелевской премии мира 1925 года, за свою роль в лакарнских переговорах. 23 февраля 1927 года направил советскому правительству Ноту, обвиняющую СССР в ведении антибританской пропаганды. Нота предупреждала, что продолжение такой политики неизбежно повлечет аннулирование торгового соглашения, условия которого так явно нарушались, и даже разрыв обычных дипломатических отношений. Разрыв дипломатических отношений Англии с Советским Союзом не был поддержан правительствами других великих держав. Ответная пропагандистская кампания на Ноту Чемберлина в СССР привела к появлению в 1927 году популярного лозунга «Наш ответ Чемберлину», впоследствии вошедшего в русский язык как фразеологизм. С образованием в 1931 году межпартийного правительства Чемберлин стал первым лордом адмиралтейства, наградой «Орден подвязки» Нобелевская премия мира.